Особое мнение на 101FM Видео, версия нашего общения, аудио Ну и кроме того, расшифровка так называемая То есть текстовая версия программы Тоже будут доступны там на сайте Давайте начнем с вопроса Минувших до выборов в городской парламент 9 сентября они прошли Очень интересно читать об этом В версии коммунистов кировских Это как сводки с мест сражений С каких-то боев читаешь Что пишет, что есть вернее на сайте Рекотделения КПРФ По избирательному округу номер 12 На выборах в Гордуму соревновались Капиталы, банкиры Михаила Ковязина И представителя промышленного предприятия Витек Александра Чулкова По первомайскому округу номер 16 В депутаты стремился 22-летний Павел Валенчук Сын местного олигарха Олега Валенчука Ну и так далее, и так далее Не стесняются коммунисты называть Вот такими вещами Ну, мы, кстати, вам нашли Нового человека В комиссию постоянную Которую вы возглавляете Да, по ЖКХ Михаил Ковязин Он об этом заявил Как раз-таки в прошлый четверг В своем особом мнении Здесь мы с ним общались Возьмете Михаила в комиссию? Да, конечно Нам нужны активные депутаты В комиссии Вы знакомы с Михаилом? Да, мы уже познакомились Расскажите, пожалуйста, подробнее Так, чтобы и слушатели понимали Все-таки человек новый в Гордуме Я считаю Я считаю, его округ Сделал очень правильный выбор Филейка, я напоминаю Да, Филейка Это район Стахановской Завода Витек На мой взгляд Очень переживающий За свой округ человек Очень активный Деятельный И я думаю, что избиратели Точно не пожалеют О том, что они его выбрали Это мое мнение Да, вас не смущает, что Михаил Он многократно это повторял И он-то не стесняется Этого, что Да, он позиционирует себя Как уроженец этого микрорайона Он там живет Собирается жить Ему в первую очередь Хочется сделать Именно для Филейки Это не смущает, что Его интересы сосредоточены Только на этом микрорайоне Вроде как не областной центр Филейка Это у нас город Киров Поэтому Если каждый депутат В своем округе Что-то будет делать В целом для города Будет хорошо Но, насколько мы с ним общались Он достаточно хорошо знает Свой округ Все проблемные вещи Поэтому Я думаю, что Он будет полезен Какие-то конкретные уже вопросы Темы Собираетесь нагрузить На Михаила Или как у вас В комиссии это происходит Все коллегиально обсуждается В комиссии происходит коллегиально Любой депутат может Вынести свою какую-то тему Которая волнует Там его округ Которая волнует В целом Сама город Поэтому Я думаю, что Михаил придет Со своим пакетом Наказов Со своими проблемами Поэтому Мы постараемся Их как-то В том числе На комиссии решать Вот одно из тем Михаила затронул В нашей беседе Это реконструкция Театральной площади У нас городская администрация Объявила Мы не успели дойти До этого вопроса Но Михаил предполагал Что я его задам И он говорит Мне неинтересна Вот эта тема Как выглядит Театральная площадь И далее В своем особом мнении Он произнес И этой темой Касается вопрос Кстати, вам Денис заданный На сайте Марина спрашивает Ваш коллега Ковязин Он предложил Не украшать город К Новому году А потратить деньги На другие нужды Я сейчас часть вопроса Прочитал Другую часть оставлю еще Вы согласны с Михаилом? Я могу его сейчас Кстати процитировать Если позволите Говорит Михаил Мол Зачем этим заниматься Если много других проблем И он там сравнивает Это все Например С ситуацией в семье Когда есть кредиты Живут люди От зарплаты до зарплаты То о каком-то украшательстве Речи и не идет Пусть у нас будет Новый год мрачный Говорит Михаил Николаевич Но при этом Будет чисто Светло и дешевая Теплая энергия Вы знаете Тут все Как бы отчасти правы И Михаил И Кто Марина задал этот вопрос Кто задал этот вопрос Ну Как-то Вы знаете Вот Если люди Не будут чувствовать Праздника То соответственно И настроение В городе будет мрачное Еще все хуже будет Я думаю Что да То есть Будет такая некая апатия По сравнению С другими городами Мы опять Куда-то Провалимся В какие-то Истории Что там Ну вот Везде украшают Везде Праздничное А у нас Я думаю Что тут В пределах разумного Украшать Город нужно А где эти пределы разумного Это тоже большой вопрос Для кого-то Красочный Фейерверк На бешеные тысячи рублей Это уже как бы Приелось Я думаю Что В пределах разумного Может быть Определить Допустим Какой-то Процент Какой-то Там От бюджета Вот на украшение Всех праздников То есть Ну Не знаю То есть я Честно говоря Не готов сказать Где это Пределы разумного Но считаю Исходя из бюджета Можно Как-то Определиться Сколько город Способен И что ему Не Так скажем Не Не в ущерб Каким-то Другим проектам Будет Тратить на оформление Это К Новому году Естественно То есть Это там 9 мая Там И К дню города То есть Вот Мне кажется Надо определить Просто эту сумму В бюджете Исходя из этой суммы Ну Как-то Стараться Из нее Не выходить То есть Я считаю Что этот Процент Как-то Можно Высчитать Чтобы Это Было Действительно Ущерб Насколько Я помню На украшении Главной площади Города На праздновании 2018 Года По-моему 13 миллионов Рублей Выделялось И тогда Эту тему Еще поднимал Алексей Кузьмин Депутат Прошлого созыва Депутат Кировской Городской Думы Вы знаете Раньше Много Что выделялось То есть Все эти Истории Мне кажется Это Вот Даже их Наверное Не здесь Обсуждать А в Правоохранительных Органах У нас Выделялась Аренда Экрана Там Какие-то Сумасшедшие Деньги То ли 350 тысяч В день Ну Чуть-чуть Подкопить И свой Экран Можно купить Там Буквально 3-4 дня И можно Купить Свой Экран А Город Его используют В год По-моему Там 9 или 10 Раз Самое крупное Торжество Да Поэтому Вот Все эти Истории Когда там По 13 Миллионов Еще какие-то То есть Ну Я честно Говорю Не понимаю На что Ну Не могут Столько стоить Какие-то Подсветки Лампочки Снеговики Там Ну Мне кажется Это Просто Опять Какие-то Непонятные Схемы Кстати Вы видели Да Новость Буквально Недавно Была Кировсвет По-моему Да Взял на себя Обязанность В этом году На собственные Средства Сделать Некую Иллюминацию На здание Правительства Кировской области Не выделять На это Деньги Из бюджета Да У нас есть Пуниципальное Предприятие Кировсвет И тем самым Мы Сколько Понимаю Раньше И в аренду Какие-то Гирлянды Брали Еще что-то То есть Мы На комиссиях Это обсуждали Поэтому Я честно У нас есть Кировсвет Который Можно Озадачить И То есть Ну Десят утража До вечера Они Педяют Лампочки И Неужто Они нам Не организуют Симпатичные Чтобы они Это организовали Чтобы это Один раз Сделать И чтобы Это Каждый год Где-то Там Они Каким-то Праздником Это все Так скажем Снова Нам Делали То есть Поэтому Я считаю Что Есть Муниципальное Предприятие Надо Просто Вменить Ему В обязанность Предусмотреть Бюджет И Ну Экономить На Новом Годе Ну Я считаю Что это Грешно Так уж и Говорите Да Кстати У нас есть Опросы В нашей Группе Вконтакте Я имею Ввиду Группа Эхо Кирова Заходите Как раз Вопрос Связан Надо или Не надо Украшать Новый Год На Новый Год Наш Город Голосуйте Если есть Такая Возможность И вот Да Вторая часть Вопроса От Марины Она Сомневается В том Что на Сэкономленные Деньги Можно Сделать Что-то Что-то Стоящееся Ну да Вот Мы не Потратимся На новогоднее Оформление Ну а Собственно Куда потратить Это все С толком Чтобы было Заметно Эти 13 миллионов Например Приведенная 13 миллионов По штабу Города Я думаю Что это Не Действительно Не Значительная Сумма Лишить Полумиллионного Города Праздника Ну я думаю Что это Не совсем правильно Хорошо Денис Ерохин Депутат Кировской Городской Думы Подошло время Небольшой паузы Мы продолжим Через полминуты Особое мнение На 101FM Еще Про результаты До выбора В Егордум 9 сентября Предлагаю Денис Поговорить Явка Как известно Составила 8% Всего лишь Ну не секрет Что многие избирательные участки Вообще весь день пустовали И вот в частности Исполнительный директор Компания Ужефинанс Константин Кропанев Который высказывался В нашем эфире 10 сентября На следующий день После выборов Он считает Что явка такая Говорит о том Что люди В Кирове Не понимают По большому счету Чем занимаются Городские депутаты Далее цитата Нет какой-то Соседательности Нет какой-то игры Непонятно Какие люди там работают Непонятно Зачем они пришли Какая у них мотивация Константин говорит Что у него довольно много Знакомых городской думы Которые говорят Что их кто-то просто Попросил прийти В городской парламент Пришли Чтобы реализовывать Свои бизнес интересы И так далее Это ваш комментарий Ну я Конечно не согласен С этим С чем конкретно Вы не согласны С тем что Люди не знают Чем занимается Городская дума То есть это очевидно Что мне кажется Большинство Знает не знает Но понимает Чем должна заниматься Городская дума Ну а то что У нас явка В 8 процентов На самом деле Я считаю Что первое Это Очень неудачное время Для проведения Дня голосования И потому что Ну сентябрь месяц Это сады Огороды Грибы Ну как назло Еще сентябрь Ты теплым вынулся Да Поэтому я не думаю Что люди Готовы выборы Променять на это Я считаю 8 процентов Это как раз Те которые Действительно Такие очень Политизированные люди Которые И пропускают Такие мероприятия Как выборы Второе Я считаю Что люди Действительно Уже устали от выборов У них нет Некое Доверие Наверное К выборам В первую очередь Нет доверия Может быть К власти Потому что Ну честно говоря Вот этот процент Который Говорит о том Ну о некой Апатии Наверное Населения Что ходим Мы уже много лет На выборы С 90-х годов Мы все Кого-то выбираем А в принципе У большинства Населения Жизнь не улучшается А допустим Что-то ухудшается То есть я имею ввиду Тарифы ЖКХ растут Зарплата Такими темпами Она не поднимается Бизнес из региона Он в принципе Разъезжается Город Ну 10 лет Это вообще была Некая стагнация Когда в принципе Наверное Как раз тогда И люди перестали понимать Ну вот Константин Крупанев Как раз И высказывает мнение О том Что такое Холодное такое отношение Это как раз И результат деятельности Предыдущего Я думаю Что да И задача нынешней Власти И губернатора И главы администрации И главы города Это вернуть доверие кировчан И действительно Сделать Ну если хоть Не прорыв Ну какие-то Изменения Чтобы действительно Люди почувствовали Почувствовали Благоустроенный город Хорошее озеленение Нормальный Там Общественный транспорт Который Там скажем Качественный Не чадящий Как у нас там Чадящие пазики Да То есть у всех на слуху Поэтому я думаю Что Получится Не получится Ну надо Просто Подождать И посмотреть Что будет Что будет Там Ну не знаю Лет Года через два Хотя бы Чтобы увидеть Действительно Может быть Какие-то результаты Так может быть Или увидеть все-таки Вы знаете Я считаю Что Десять лет Я думаю Что сейчас многие слушатели Сейчас тоже Это как некие Обещания Воспримут Предложение Еще немножко потерпеть Еще подождать Потерянного времени Вот именно Самое ценное В жизни Это время Которое Не возвращается И Десять лет Когда все Наши соседи Развивались Все строились Когда в бюджете Было Там Ну Такие Благоприятные условия Для развития Когда было Много денег Да В бюджете Не стоило Колоссально Деньги Когда была Куча федеральных Программ В которых Там можно было Участвовать У нас в это время Через мупы Там Стаскивали Бюджетные деньги Продавали Парки И Там И Просто-напросто Ничего не делалось Укатывались дороги Потом Которые Каждую весну Вместе со снегом Таяли Поэтому Я понимаю Что Сейчас уже Трудно Что-то Там Допустим Людям объяснить Что вы знаете Потерпите еще Через там Два года Через год Будет лучше Ну Другого варианта Нет Надо просто верить И ждать Что действительно Что-то поменяется Потому что То сколько я вижу И То что делает Там областная власть И то что Делает городская власть Ну По крайней мере Старания точно есть Насколько эти Старания приживутся Насколько они Так скажем Будут ощутимы Для населения Ну Поживем А какие старания Городской областной власти Вы считаете Вот сейчас Наиболее Заметными Я считаю Я больше могу конечно Говорить о городской О городской власти Ну давайте о городской Да Мне сразу приходит Новый проект Киров меняется Уж извините Скажем Да То есть Во первых Давайте начнем С общественного транспорта То есть Вот Полностью Поменялось Руководство ВТП И сейчас Закупаются Новые автобусы То есть На этих автобусах Будет ездить Не глава администрации Не глава города На этих автобусах Будет ездить Кировчане Я считаю Я считаю Что вот сейчас Их пока По-моему Закупается 30 Планируется Еще там 70 Ну Сотню Сотню нам Анонсировали К концу года Я считаю Переживут Зиму И Что из них Будет весной Зависит от того Какая зима Будет Нет В первую очередь Это зависит От качества Сделанных дорог И От Так скажем От качества Асфальта Ну Это надо просто Подождать И Там я думаю Что В апреле В мае месяце Следующего года Мы можем Что-то На эту тему Я имею ввиду Погодные условия Тут тоже много Значит Потому что Если будут Постоянные перепады Ноль Минус Ноль Минус Я не думаю Что это сильно влияет Если делать Качественные дороги Ноль Минус Мы Не думаю Что это основная причина Я считаю Что основная Причина Была Вне качественной Асфальтной Бетонной Списи Поэтому На мой взгляд Поэтому Она и уходила Итала Вместе со снегом Так Автобусы Дороги Еще позитивные Я вижу Как Допустим Остановлена Программа Приватизации И Делаются Какие-то изменения Допустим Вот Те помещения Которые еще У города остались Которые Предыдущее руководство Не успело Видимо По каким-то причинам Продать Они активно Сейчас передаются Общественным Организациям Все что связано Со спортом Спортивным школам Например Вот На Декрасово Передали Спортивной школе Например На подгорное Помещение Передали Под велошколу Под велошколу То есть При предыдущем При предыдущем Руководстве Это не делалось Но эти помещения Быстрее всего Их бы продали Можно говорить О строительстве Садиков Но я не считаю Это заслуга Коротской Коротской власти Это конечно В первую очередь В первую очередь Федеральный бюджет Но тем не менее Такие дороги Это тоже Федеральный бюджет Федеральный бюджет По крайней мере Да да Организовать Надо сделать Надо То есть Вовремя провести Конкурсы То что сейчас Кира делает С тротуары То что Так скажем Пересматривается Деятельность Всех мупов То что Администрация Города Не стесняется Обращаться В правоохранительные Органы Если увидит Какие-то Дорушения По тем или иным Мупам То есть Я считаю Вот даже Вот это То что Сделано за год Ну Я считаю Что это Ну ощутимо Ощутимо И понятно Что это Наверное Не даст Сразу Каких-то Эффектов То есть Там Понятно Что у нас Очередь В детские Садики Больше Двух тысяч Человек Не попали В этом Году трех лет Сейчас уже По-моему Там Две семьсот Из-за миграции Как раз Из районов Потому что Там Ну если в Кире Я уж Повторюсь Это говорил Неоднократно Есть какая-то Жизнь То в районах В принципе Из мест Работы Населения Остаются только Госорганы Это какие-то Может полиция Там Суды Администрации И прочее Поэтому Я считаю Что невозможно Сделать детские садики В один день Но то что Делаются дороги То что Вот это Именно Такое движение Есть Ну я считаю Что это Трудно Не заметить Понятно Во всем Можно искать Какие-то минусы Можно там Говорить Что здесь Нам федеральный бюджет Здесь еще чего-то Но до этого Не было Таких Прорывов Ну так скажем Вот Ну шесть детских садов Одновременно У нас не строилось Ну не знаю Может быть С советских времен Вот сейчас Да Они До конца года То что касается Областной Областной власти Я полностью поддерживаю Укропнение Районов Потому что Ну на мой взгляд Неэффективно Держать администрацию В каком-нибудь Не знаю Районе И стать человеком Вы имеете ввиду Вот эту тему С переводом В городские округа Или что С переводом В городские округа И с переводом Именно укропнения Вот то что Я сейчас понимаю Что Есть Есть районная власть Есть там Городской округ Ну какой городской округ Я не знаю Там в Богородске Например Там на весь этот Городской округ Нет Ни одного светофора То есть Что за городской округ Признаков города нет Да Признаков города нет Поэтому Кроме как Догрузки на бюджет И зарплат чиновников Мне кажется Это ровным счетом Не дает ничего Вот Поэтому Я считаю Также И сельские поселения Может быть Имеет смысл Потому что В каждом сельском поселении Там 10-15 человек А что они выполняют Насколько они эффективны Что они Помогают жителям Этого сельского поселения Честно говоря У меня Большой вопрос Там Досколько мне известно Бюджет Бюджет Это Почти только До зарплаты У этих Сельских поселений Нет ничего Нет Техники Нет Ну Нет Ровным счетом Ничего Кругом Одни вопросы Поэтому Я думаю Что именно Это укрупнение Это как Как на предприятии В первую очередь Нужно сокращать Неэффективные расходы Которые Реально Тянут предприятие Вот и все В общем Возвращаясь в город Для года существования Городумы нового созыва И Нового Нового Руководителя Главы города Да И скоро будет Собственно год Новой команде администрации В общем Вы считаете Это хорошие итоги То что мы перечислили Да И дороги И тротуары И общественный транспорт Я считаю Что да И будет на ваш взгляд Еще и еще Чем собственно Можно Чему можно радоваться Да То есть Есть вещи Которые находятся В проработке То есть Есть допустим Сейчас На последнем Городостроительном совете Вот в том числе На прошлой неделе На прошлой неделе Да То есть там Самоостановленная Такая история Как главой администрации Как строительство Административного здания С парковкой На 7 по моему На Орловской Да Пример рассматривался Да Это же на уровне бреда То есть мы говорим О пробках Мы говорим Что мы такие Что у нас Проблема некуда ставить И тем не менее Мы выдавали На протяжении многих лет Такие разрешения На строительство На 15 сотках Можно было строить Двухподъездную Девятиэтажку Потом Мы Жалуемся И говорим Как у нас плохо Как у нас плохо С парковочными местами Это Должна делать Администрация В первую очередь То есть И когда Когда Шульгину Насколько я понимаю Пытались доказать Что там Будет всего 7 мест Ну В это очень сложно Поверить То есть Будет там Любой человек На его месте Поэтому Вот такие истории Которые будут там Они так или иначе Они Сегодня эффект Может быть И дадут Но если это будет На протяжении Там Скажем Несколько лет Вот именно Такой вектор Задан То я думаю Что Ну Какие-то плюсы Будут однозначно Денис Ерохин Депутат Кировской гордумы Представитель постоянной комиссии Гордумы по транспорту ЖКХ Экология, безопасность И жизнедеятельность Подошло время Небольшой рекламы Продолжение через минуту Особое мнение На 101FM Вот сейчас я в перерыве Задался вопросом Жизнь у нас Как-то тихо Плавно течет Денис Ерохин Меня уверяет Что Вторая половина Осень Может оказаться Очень активной Что вы имеете ввиду Денис Пусть слушатели Тоже знают Вы Ну в частности Говорите о том Что Дело по парку Победы Возможно По вашему мнению Скоро могут появиться Уже и конкретные фамилии Я думаю Что да Потому что Все эта история Движется Поэтому Я думаю Что мы скоро Увидим и услышим Истинных героев Кто продал Кто участвовал В воровстве Парка Победы У Кировчан Ну вот Слово за следователем Соответственно Я надеюсь Что они нас порадуют В ближайшее время Перепетии С ЦДС Связанные Это с чем связываете Тоже Это в одной цепочке У вас стоит С прежними Так сказать Я считаю Что да Конечно То есть Это Там прошли выемки И Насколько мне известно Сегодня исследуются Все эти Потериалы И вот эти все Закупки Уникальных программ На Миллионы Миллионы рублей Поэтому Я думаю Что тоже Начало есть Конец Бо То есть Думаю Что тоже Чем-то закончится Напоминаю слушателям Что вы на сайте Можете воспользоваться Формой для Того чтобы задать вопрос Гостя особого мнения Все работает Вопрос Насколько я понимаю Поступил по телефону Без имени К сожалению Наш слушатель Делает замечание По поводу ремонта дорог Вам Денис Ну да Положительно все это сказывается А кто будет заделывать Ямки На новой дороге Ямочный ремонт Совсем не делают Считает наш слушатель А что уже Нужен ямочный ремонт Хочу я спросить На тех дорогах Которые в этом году В прошлом году Нет Которые Наверное Это имеется ввиду Те дороги Которые были В прошлом году Но В каждом Контракте На дороге Там есть гарантия 4 года Да 4 года Да То есть Поэтому В течение этого Гарантийного срока Вот Те подрядчики Которые производили Эти работы Они и Должны нести Гарантийный срок На сегодня Кто бы как К этому не относился Но я считаю Что Очень правильно Что Подрядчики Именно Вот На ремонт Кировских дорог Это две организации Вятавтодор И Гордормустрой И они Так или иначе Несут эту гарантию Это те организации Которые Это Дебосковские Фермешки Которые Сделали Уехали Что там Бот Через год Неизвестно Может он Стоит Вместе Со снегом И прочее Это Те Подрядчики Которые Здесь уже Десятки Десятки лет И я думаю И я думаю Что Они никуда Не денутся И в этом Уверены И поэтому Будет С кого Спрашивать А дальше Если они Кого-то Привлекают На суб Подряд Ну это уже Будет Их вопрос Их задача Кого-то Привлечь Там К ответственности Давайте Сейчас Выйдем За рамки Областного Центра Хотелось Чтобы вы Прокомментировали Такую Скандальную Ситуацию Связанную С двумя Районами Афанасьевский Район И Куменский В Куменском Как известно Сложил По собственному Желанию Свои полномочия Глава Куменского Района Александр Рылов Как сообщил Руководитель Кировских Коммунистов Сергей Павлинович Мамаев Сейчас Я найду Эту Информацию Речь Там идет О невозможности Управления Районом По причине Фактического Банкротства Муниципального Образования Якобы Сообщил Рылов Свои посты Готовы покинуть Главу еще Пяти районов Ну и безусловно Афанасьевский Район Господин Чаранел Взят под стражу По обвинению В участии Как госслужащий В коммерческой Деятельности И в мошенничестве Вот такие скандалы У нас творятся В регионе То что касается По Афанасьевскому Району В принципе Эта история Я не очень Там Скажем Никогда не интересовался Я уж не упоминаю Их партийную принадлежность Вы ее знаете Я думаю Нет Если не ошибаюсь Единая Россия Единая Россия Как говорится Жуликов везде хватает В Единой России Единой России Не исключение То есть у них он Если посмотреть на секретаря Он тоже там Непонятно чем занимался Все эти годы Поэтому То что это произошло Я думаю Что органам Так скажем Ну Только Так скажем Пусть работают Пусть работают Да И пусть И еще То есть вот Выявляет Я думаю Что это единственная история У нас область большая Больше 40 районов 39 Поэтому 39 А у нас Ну еще Ну плюс еще Да 4 кировские Да Муниципальные Другие муниципальные Получается Да Поэтому Я думаю Что История не последняя Как бы разберутся То что По Куменскому району Ну честно говоря Высказыванием Сергея Павлиныча Я бы А есть еще какие-то высказывания Или что Вот только Ну знаете Комментировать высказания На информационных площадках Именно эти слова Транслируются Коммуниста Мамаева Я честно говоря Не готов Потому что Ну не считая их объективными И честно говоря Не уверен Что это именно так А Причины Сложения полномочий Может быть Абсолютно разной И Я так понимаю Что официального Какого-то Его По какой причине Он ушел Тоже наверное нет Да Поэтому Обсуждать Высказывания Мамаева Я честно говоря Не готов Что касается Чуранева Там Я так понял Тоже такая интересная история На сегодняшнее число На 17 понедельник Афанасьевская дума Должна была собраться И рассмотреть Отставку По собственному желанию Чуранева Но Правоохранительные органы Опередили И они Взяли под стражу Без него Без него рассмотрят Отставку Да Так что Ничего страшного Давайте Вернемся В областной Центр И Михаила Ковязина Нового депутата Гордумы Мы вспомнили Давайте еще одного Депутата Вспомним Павел Валенчук Получается Самый молодой Будет Городской Парламентарий Ему 22 года Может быть У вас есть напутствие Наставление Своему молодому Коллеге Свою комиссию Возьмите По ЖКХ Ну Мы берем всех депутатов Кто проявит желание Это Мы не ограничиваем Никого Абсолютно Но Допутствие Быть ближе к народу Наверное Одно Ближе к народу У него Кстати На странице Вконтакте Вместо работы Госдума Ну У меня тут Диссонанс возникает Сразу же Гордума Все таки Или Госдума Ну Не знаю В общем Поработаем Увидим Поработаем Поработаем Увидим Да Алексей Кузьмин Сегодня упомянутый Женами Считает Что Валенчук Младший Ну так Перефразирую Въехал на имени Папы В городской парламент У вас Иное мнение Или вы Не заморачивайтесь Что называется Над этими вещами Интересно Интересно Это вообще Вообще На чем Кто имени Въехал Но Выборы Состоялись Насколько они Честные Насколько они Прозрачные 500 с небольшим За Валенчука Проголосовало 700 с небольшим За Ковезина Ну вот Такая явка Такая явка Да Которая решила Все Поэтому Да Про муниципальные мероприятия Предприятия Вернее Вы сегодня говорили Наводится порядок Ну в частности Прокомментируйте Пожалуйста Ситуацию С центральным рынком Да Шульгин критиковал Критиковал Глава города Ковалева Критиковала Критиковала Что ничего не меняется И вот в конце августа Там Сделан выбор В пользу Нового руководителя Аслан Рзаев Проработавший Ранее в Краснодаре В Питере И в Москве На руководящих должностях В различных Коммерческих организациях Он пришел На смену Прежнему директору Центрального рынка Игорю Палкину И стоят задачи Перед ним В частности С которыми Не справился Палкин Навести порядок Строго соблюдать Санитарные нормы Расширять продукцию И так далее Положительное для вас Явление в вашем понимании Смены руководителя Центрального рынка Ну то что мы видим То что происходит На центральном рынке Кто бы там не пришел Там из Краснодара Или откуда-то С другого места Я считаю Что это положительно То есть То сколько Новое Что-то сделать И что-то улучшит Ну опять же Надо время А до сколько Мне известно Там Сейчас Проводится именно Так скажем Сверка Вот Занимаемых мест И Ну ревизия Да Некая ревизия И то что люди Оплачивают Ну насколько мне известно Очень много там Несовпадений То есть там По метражам Занимаемых В пользу Естественно предпринимателей Предпринимателей Поэтому соответственно Вопрос Все ли там Приходило в кассу Или что-то Может быть там Не доходило Или просто Там Мы сейчас Не говорим про Какие-то там Коррупционные истории Может быть Просто кто-то Невнимательно смотрел Невнимательно считал И предприниматели Этим Пользовались Ну Как говорится Поживем Увидим Но То что сейчас там Вот честно говоря Был буквально Выходные Ну вы знаете Как бы Картина такая Печальная И честно говоря 90-е вспомнились Или что Ну что-то типа того Да И честно говоря У меня вообще Возникает сомнение Вот При такой организации То что сейчас там Происходит Особенно на улице Уличную торговлю Да Уличную торговлю Вопрос Кто туда ходит Потому что Ну мы же понимаем Что там есть Там качественные Торговые центры Куда можно прийти И цены там Я не думаю Что Самая сильно дороже Там наоборот Можно Какая-то гарантия И прочее есть Вот Поэтому Будем надеяться Что новому руководству Удастся что-то изменить Действительно Я считаю Что В первую очередь Уклон на центральном рынке Надо сделать Именно на продукты питания Вот наших фермеров Которые Приезжают там Из районов Там Большие Малые Подсобные Хозяйства Какие-то Чтобы люди Именно шли За этим За мясом За фруктами Именно за тем Что произведено Чтобы у них была Возможность продать И для них Может сделать Какие-то там Причем возможность Это была Такой Несложной Понятно В одном месте Да и проверить Эту продукцию Насколько она соответствует Безопасности И тут же ее реализовать Да Вот именно У каждого Там допустим Есть какие-то Предпочтения По продуктам Поэтому Я считаю В первую очередь Надо делать Уклон На продукты Питания Чтобы это было Место притяжения Для кировчан Именно как Ну Сходить Купить свежих продуктов Некий такой бренд Поэтому Поживем Увидим И Я очень Надеюсь Что удастся Изменить Вот эту Танденцию Какому-то Непонятному Стихийной торговле Вот именно В такую лучшую сторону На этом время Наше Общение Истекает Особое мнение Денис Ерохин Депутат Городской думы Всего доброго Денис До свидания Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM